Девочка-пай 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 что здесь образована староверами, получает название Троицкая, потому что основана была в День Святой Троицы. Казаки привезли с собой деревянную церковь, но через год она сгорела. И тогда была выстроена белая маленькая церковь, которая была освящена как свято-троицкая церковь. Церковь – это первое каменное здание села нашего. Это Пресвятой Троицы церковь, в честь ее названо «Село наше». Желанием людей, с подвижников, будем говорить, собрались открыть храм. Он 50 лет был закрыт, ровно 50 лет, с 59-го года. И вот в этом году мы открыли, слава Богу. Несмотря на то, что здесь поселились казаки, 140 семей, как об этом сообщал Иесаул Ниякий, все-таки основателями этого села были староверы, бежавшие от гонения царского правительства Екатерины II. Здесь были выриты первые 10 землянок. Сюда они через год привезли свои семьи. И поселение в основном опиралось на эти первые семьи. Они же привезли сюда и свои первые обряды и ритуалы. Среди них хороводы 13-го века. «Ой, заюшка, да, не настал он я. Я пока нет стола стояла, пока нет стола стояла, да у батюшки пытала, мой батюшка родимой, не отдай меня, молодой. Сегодня очень много можно говорить о нашем селе, но самое основное, что заложили здесь те, кто здесь поселился, они хотели, чтобы их край был цветущим и прекрасным. И самое первое, что они сделали, они посадили сады, сады над Турунчуком, сады над Днестром, которые стали вековыми садами, а те 25 суворовских солдат, которые поселились затем по указу в селе и получили закрепленные за ними земли, сделали очень много для того, чтобы село стало культурным. Здесь впервые была основана изба Читальня. Село четко распределялось на две половины, русская половина и молдавская половина, но русская была заселена гораздо ранее, а молдавская чуть позже. Те, кто бежал от Туров через Днестр, селились в северной части села. И разграничение здесь было очень четкое. Долгие-долгие годы. Единственное, что оставалось незыблемым для всего села, это сады. Село было в основном сплошной садой. Между Бугом и Днестром Неоднократно прокатывались войны, революции. Была революция 1905 года, была война русско-японская 1905 года. И вот в русско-японской войне активное участие приняли как раз наши земляки. Среди них Сафронский Михаил Платонович, который руководил саперным полком и прошел пешком от Одессы до Порт-Артура. Принимал активное участие в обороне Порт-Артура. Оттуда он вернулся со своим другом Сатовым Борисом Григорьевичем. Врачом, который был хирургом, военно-полевым хирургом как раз в период обороны Порт-Артура. И Борис Григорьевич Сатов уже после 1905 года, практически до 1944 года, село наше не покидал. Вот он был одним из подвижников нашего села, который много сделал для того, чтобы больница была самым главным местом в селе. Среди сподвижников села была также и Ольга Ивановна Ноебауэр, которая прибыла молодым врачом, которая на собственные сбережения. По своему проекту построила маляр-станцию и сделала все, чтобы уничтожить малярию в Приднестровском крае. Она также сделала все, чтобы даже в советские годы вера людей в Бога не исчезла. К числу сподвижников нужно причислить и Утюг Марию Петровну, одной из первых директоров школ. Именно благодаря ей в 1937 году была открыта средняя школа и в 1941 году был осуществлен первый выпуск средней школы. Мы должны помнить, что среди нас были те, кто в страшные годы войны стал в ряды защитников Родины. На фронт ушло 657 наших односельчан. Среди них были потомки запорожских казахов. Среди них были потомки староверов, но они шли защищать отчизну. К великому сожалению, из 657 призванных в армии в 1941 году, домой вернулось всего лишь 65 человек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 украшал, кто наше село отстраивал, кто думал о том, что наше село это не просто село, а это село с давними традициями. Мы сегодня не можем не вспомнить о пешеходной Пантеле Ивановиче, который был одним из тех мальчишек последнего военного призыва. То есть 27-го года рождения. Мы не можем о нем не сказать, потому что именно он написал три небольших книжечки по истории родного края и назвал эти книжечки «Люди моей судьбы». Фактически кроме этих книжечек по истории края нашего села ничего и не написано. В нашем селе школа была основана в 1861 году. То есть сразу после отмены крепостного права. И первыми учениками, которых учил дьяк, были всего лишь 13 человек. В лучшие времена в селе было до тысячи с чем-то учащихся. И все же школа выпустила прекрасных, прекрасных людей. Мы говорим о селе.